И мы очень вовремя подключаемся, чтобы посмотреть забег двух российских участников, Артёма Кузнецова и Алексея Есина. Почти ровесники, они много провели уже лет в российской сборной. Правда, перепутали режиссёра, показывают Алексея Есина, а титр дают на Артёма Кузнецова, но мы с вами хорошо их... Да, вот Алексей Есин, Лёша в первый день пробежал 35-35, не очень, честно скажу, остался доволен в этом сезоне, правда, быстрее 35-20, он не бегал. У Артёма был результат из 35 секунд в этом сезоне в Астане, когда он выиграл группу «Б», но вот опять его старая болезнь, он так порой на важных стартах зажимается и 35-38 только пробежал в первый день. Ну, достаточно долго удерживали наших спортсменов, хорошо, что обошлось без фальстарта, помню, в первой попытке у Есина был фальстарт в паре, но, соответственно, не скажу, что прямо он имел категорическое какое-то значение в финишном результате, Алексей. Думаю, что в этом забеге, в том числе, сейчас, возможно, разыгрывается путёвка на чемпионат мира между Козелиным и Кузнецовым. Козелином, Кузнецовым, может быть, да. Есин-то уверен сейчас в отсутствии 35-28, Есин чуть быстрее, чем в первой попытке, и 35-55, а Кузнецов слабее. Слабее, да, и относительно Козелина тоже сегодня проиграла ему, хоть и в разных дивизионах стартовали. Я думаю, что, соответственно, вопрос по участию Мурашова и Есина, как двух основных представителей на 500-метровке на чемпионате мира по отдельным дистанциям уже не стоял, а именно вот третье место было относительно вакантно, и, соответственно, наверное, всё-таки какое-то решение будет принято нашим тренерским составом по итогу именно вот сегодняшнего дня в том числе. Ховард Холфюрт Лоренсен. Немного ребят, кто в этом сезоне установил личные рекорды, но вот как раз Ховард среди них, 34-87, он пробежал в Астане, но, правда, и его соперник по забегу Юма Мураками, по-моему, первый сезон так на большой арене мелькающий, он тоже как раз на национальном отборе, впервые в своей карьере, в октябре месяце выбежал из 35 секунд, ну и после этого вот ни тому, ни другому ещё быстрее пробежать, пока не удавалось. Лоренсен 35-06 пробежал в первый день. Что касается Мураками, то он, по-моему, не стартовал в первый день. А, нет, он же был вторым, да, я как-то вниз всё смотрю. 34-97, да, одну сотую он не дотянул до личного рекорда. Это такой затянутый шаг немножко у японца, не характерный для именно спринтеров этой страны. Едва не помешал он норвежцу. Да, очень такое близкое было. И норвежец в итоге выигрывает. 35-10. Ну что, лучший результат пока принадлежит Лоренсену. Да, Лоренсен очень стабилен в этом сезоне и прогрессирует от старта к старта. И, собственно говоря, и на тысячи метров вчера был неплохо смотрелся. Сумел обыграть даже Юскова нашего. Четвёртым, да, по-моему, если я не ошибаюсь, оказался в итоговом протоколе. Ну, Лоренсен, вот если брать сумму двух дистанций, пятисотку и тысячу, по этому этапу у него лучшая сумма вообще среди всех. Ну, понятно, что там Келд Найс не бежал 500 метров, кто-то, может быть, не сбегал тысячу. Но, тем не менее, Лоренсен, безусловно, хорош и стабилен. И к нему на чемпионате мира по спринтерскому многобурью, я думаю, что надо будет присматриваться очень-очень серьезно. Кайфербай и Лоран Дебрюль сейчас на старте. Ну, голландских болельщиков, естественно, в Берлине хватает. Они основную массу зрителей, собравшись на трибуне, составляют. Ну, молодой канадец. Ну, канадцев и американцев мы здесь далеко не в полном составе видим. Варвара где-то вычитала новости о том, что у них проблемы. Ну, в ряде сборных я прочитала, что есть проблемы с финансированием. Но, учитывая действительно вот такой многополярный календарь, что приходится как в Европу летать, так и, соответственно, в Азию и в Северную Америку, впоследствии для тех, кто будет участвовать в чемпионате мира в спринтерском многобурье, то вот определенные проблемы есть и у сборной США, и у сборной Норвегии с финансированием всех тех спортсменов, кто мог бы закрыть квоты от страны. Ну, то же самое касается, честно говоря, и сборной России, что того количества квот, которое предоставлено Минспортом, не хватает для того, чтобы выставить полный состав. Посмотрите, какой великолепный результат сегодня показывает Кайфербай, 34,98. Он первый в сегодняшнем дне, кому удается превзойти рубеж 35 секунд. На 36 соток сразу позавчерашний свой результат улучшает. И на удивление я вот отмечаю, если мы говорили о там блестящей форме, в которой сейчас находится Кьелд Найс, и сегодня, соответственно, ну, вполне логичное решение голландцев. И, честно говоря, мне кажется, именно в плане Найса, да, с одной стороны, здорово, что спортсмен в такой форме и крушит здесь практически всех своих ближайших соперников и ближайших конкурентов на грядущем чемпионате мира. Но что с ним делать вот эти две оставшиеся недели, как сохранить эту великолепную форму, большой вопрос. А вот Кайфербай сегодня заявлен сразу на двух дистанциях. Получается, что он за этот уикенд полное спринтерское многоборье отбегает. Хотя ему отбираться тоже никуда не надо с точки зрения, по крайней мере, голландского отбора. Ну, мне кажется, что Кайфербай, надо прежде всего почувствовать, он именно на пятисотке очень нестабилен. Да, вот разброс вот за два дня тридцать шесть сотых, это для спринтера очень много. Треть секунды, знаете, да, вот так пробежал слабо, причем не было каких-то суперсбоев у него в первый день. А зажато бежал, скованно, и так свободно сейчас. То есть вот ему это скорее надо поймать. Ну, тем временем очень хорошо поймал старт Роман Креч, его соперник Цубаса Хосигава. Но вот у японца выиграет разбег, это уже хорошо. Посмотрите, 9,6 лучший разбег дня у Романа. Очень быстрые секунды, но Рома был одним из тех спортсменов, кому удавалось побеждать на пятисотметровке в этом сезоне. Ну, вот у него есть возможность еще тоже улучшить свой результат. 35,48 очень скромные были в первый день. Здесь, правда, хороший разбег не превратился в хороший бег. Где-то на середине дистанции вдруг он встал. 35,44 снова. Ну, а Хосигава 35,06. Ну, очень высокая плотность результатов получается. Вот чуть-чуть в стороне, да, Кайфирбай, хотя тоже отрыв от Хосигавы 8 сотых. Но дальше в 4 сотых 3 человека. Хосигава, Дюбрюль, Лоренсен, 35,06, 35,10. И потом еще группа в 8 сотых еще 5 человек. Мураками 35,24. Кёскеля 24, Уэкауа 25, Ессен 27, 32, Грик. Артур Васс тоже, в общем, заслуживает, конечно же, общего внимания. Два раза был на пьедестале почета в этом сезоне. При том, что два этапа, и то есть три забега на пятисотке он пропустил. Седьмым сейчас в Кубке мира идет. И Рональд Мюльдер. Ну, Рональд тоже со знаком минус, наверное, нас всех удивил. Ждали от него гораздо большего. Ну, достаточно скромные для него 35,11 были позавчера. Мюльдер. И к тому же, в общем, не очень здорово тысячу пробежал. Можно было, конечно, сейчас и фальстарт дать Артуру Азу. Явно валился он с опорной ноги. И, соответственно, отпустили. 9,59. Что ж. 9,54 у Мюльдера тоже очень хороший разбег. Там буквально на пару сотых всего хуже, нежели у Романа Креча. Да, и присядший Герард Ван Валда там показывает как раз, что он очень доволен этими первыми 100 метрами Рональда Малдера. Ой, какая опасная была ситуация. Из-под конька Мюльдера вылетела фишка и полетела в поляку под ноги. 34,87. Но это на 0,06 всего хуже, чем он в октябре бежал в Инцеле. То есть Мюльдер тоже, в общем, сейчас так потихонечку-потихонечку будет набирать, я думаю. Я бы посмотрела еще старт разочек. Я думаю, что оба ушли с фальстартом, может, не очень очевидным, но, соответственно, если он бросился нам с наших зрительских позиций телевизионных, то я думаю, что специалисты это тоже займутся. Ну, давайте будем добрее. Давайте все фальстарты оставим голландцам на чемпионат мира. Нет, давайте уж нам тогда на фальстарты, чтобы нас отпускали. Нас пусть отпускают по-честному, а голландцы фиксируют фальстарты на чемпионате мира. Бергсми на 10 километрах, два фальстарта. Ну, это так уж мы пошутили. Конечно же, нет, никогда мы так не относимся. И всегда желаем всяческих свершений, честной борьбы. Да, совершенно верно. В предпоследней паре сегодня стартуют Дайдайн Тап и Мика Путала. Ну, что ж, Мика всеобщий любимец Дайдайн тоже среди тех, кто блеснул именно в этом сезоне. Правда, вот один раз он взлетел на пьедестал в Астане, выиграл забег и больше ни разу на награждение не выходил. В лучшем случае четвертым был в той же Астане. Так что пока, ну, молодой парень, первый сезон, ну, такой международный. Понятно, нестабильный. Сейчас еще заковырялся на старте. Смотрите, какое огромное преимущество сразу получает Финн. Там настолько сильные ошибки были на старте у Дайдайн Тапа, что удивительно, что он хотя бы к концу 100 метровки немного сумел приблизиться к Мики Путала. Ну да, чтобы хотя бы из 10 разогнался. Да, потому что практически там с третьего шага начал бежать. Помимо того, что и засиделся, так еще первые два шага неудачно технически исполнил. Ну и Финн, естественно, выигрывает в этой паре. Теперь результат будет не самый высокий. Да, 35-10. Еще в эту группу в полосатых купальниках попадает Путала. Ну а Дайдайн Тапу к Олимпиаде серьезно работать именно над стабильностью. Но сегодня все бегут быстрее, на самом деле, чем в первой попытке, по крайней мере, большинство. И где-то так на 0,2 секунды улучшение. Ну, у Путала было, да, 35-30, ровно 0,2 улучшение. У НТАБа 35-41. Интересно. Температура льда несколько, конечно, мягковат, мне кажется. Ну, может быть, атмосферное давление. Но бог с ним, это сейчас неважно совершенно. Руслан Мурашов и Ника Илли. Второй и третий в зачете Кубка мира. По две победы у каждого в этом сезоне. Илли выигрывал в Нагана и в первый день здесь. В Астане и в Херенвине побеждал Мурашов. И это очень любопытный спор. Безусловно, не блеснул здесь пока Руслан на первой пятисотке. Тысячу, в общем, неплохо пробежал. 700-750 метров. Потом начал сдавать. Но, тем не менее, из одной десяти выбежал. Ну, и по сумме двух дистанций пока Мурашов Илли проигрывает. Ну, прежде всего, за счет пятисотки. Там, 34 сотых. Он в первый день ему проиграл. Тоже немножко засиделся Руслан. Но, тем не менее, разбег на уровне. В общем, ровно практически разогнались. Да, 9.83-9.85. Руслан, конечно, может разбегаться чуть быстрее. Но, посмотрите, на выходе из малого поворота, как здорово он отработал. И какое преимущество на переходной прямой получает. И еще заковырялся Ника Илли на входе в малый поворот. Подбирал ногу под вход в малый поворот. Мурашов должен выиграть в этой паре. Ну, а теперь только что за результат будет. И на финише 34.81. Браво, Руслан. Отличный круг получился из 25 секунд. 24.9. Самый быстрый круг с относительно не самого высокого разбега. Ну, вот то, что, наверное, мы хотели видеть и в первой попытке. Все-таки Мурашов остается самым стабильным спринтером этого сезона. И, наверное, это очень хорошее завершение этапа Кубка мира для Руслана. С точки зрения 500-метровки на хороших эмоциях. На хороших эмоциях уезжает спортсмен на подготовку на финишный отрезок перед чемпионатом мира. Еще один плюс к этому настроению. Он теперь лидер Кубка мира на 500-метровой дистанции. Он обходит Павла Кулижникова. У него 445 очков. Ну, не знаю, появится Павел на финале или не появится. Пока это, в общем, решается. Там вопрос у него самого. Сумеет он свои болячки, свои проблемы решить, свои болячки залечить. Мы всячески желаем наилучших возможностей Павлу. Но пока радуемся победам Руслана. Поздравляем его с победой. Вот так немножечко, может быть, грустно было. Мы положительные поводы искали, когда вчера не было медалей. Но по три человека наших спортсмена попадали в десятки сильнейших. Но вот сегодня есть возможность порадоваться победе. Ну, не знаю, вот на эту картинку глядя, не поймешь, кто победил. Да, Ника Илья счастливый такой едет, публику присутствует. А сзади едет Руслан Мурашов и выслушивает Дмитрия Дорофеева. Как будто он там десятым прибежал. Хладнокровно, мне кажется. Я даже не помню таких эмоций бурных со стороны... Ну, тем не менее.